Приемная кампания в вузах края подходит к концу. В последнюю неделю августа зачисляются студенты очного отделения, в сентябре поступят заочники. И уже сейчас можно подвести первые итоги приема абитуриентов. В один только медицинский университет поступило более 7 тысяч заявлений. Только среди будущих стоматологов конкурс на одно место 25 человек. Спрос на медицинские специальности, как отмечает вузе, возрос именно в период пандемии. В этом году действительно на инфекцию, на эпидемиологию, на пульмонологию, анестезиологию, реаниматологию, количество желающих выпускников университета, поступающих в ординатуру, значительно выше. Это на самом деле. То есть ситуация с пандемией, она увеличила и количество заявлений, желающих при поступлении на медико-профилактическое дело. Около 10 тысяч заявлений поступило в политехнический вуз Края. Выбор многих абитуриентов – направления, связанные с IT-технологиями. Это прежде всего информационная безопасность, это программная инженерия, это информатика и усилительная техника, это прикладная информатика. То есть на эти направления подготовки, наверное, больше 10, если не больше 11 человек на место, на скидку. Запрос на такие специальности понятен, тенденция времени. А вот на химическом факультете политеха в этом году недобор. В частности, направления пищевой промышленности. Тем временем молодежь активно уходит в преподавание. В педуниверситет подано почти 8 тысяч заявлений. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Я это связываю не с увеличением людей, я это связываю с тем, что абитуриенты могли подать на большее количество направлений заявлений. Радует то, что у нас не было абсурдных заявлений, как мы называем. Ну, например, человек подает на русский язык литературу и на физкультуру. Новое правило этого года действительно увеличило шансы на поступление. Абитуриент мог подать документы в 5 учебных заведений и в каждом выбрать до 10 направлений. Но страхи у многих из них уже позади. Теперь же волноваться о зачислении предстоит заочникам. Анна Рашагирова, Артем Гусельников, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.